друзья всем привет с вами Денис youtube канал атеист интернационалист финский залив западная окраина города Таллина и лебеди на дальнем плане в море друзья прогуливаясь сегодня на западной окраине города Таллина в природоохранной зоне возле финского залива природоохранная зона называется близ поселка Раннамыза и по просьбе одной моей подписчицы Татьяны я вам показываю обрывы песчаниковые обрывы на берегу моря и заодно обсуждаем политическую ситуацию в Европе так поступила у нас значит информация по Европсоюзу а именно исследование Европарламентом было произведено не так давно зачитываю вам следующие данные они гласят вот что по мнению 81 процента граждан Эстонии страна выиграла от вступление в Евросоюз в среднем по Евросоюзу эти данные меньше всего 64 процента такая у нас тут статистика далее президент Эстонии Керсти Кальюлайт вот что заявила недавно на в интервью одному из журналистов она заявила следующее что не считает Россию враждебным государством а также она не как бы так сказать вернее не считает его враждебным государством но хочет чтобы демократические реформы в России продвигались хочет чтобы она шла Россия по линии демократизации по ее мнению и хочет чтобы Россия первая сделала шаг на встречу Евросоюзу но мое мнение друзья такое может быть и не надо первый делать шаг а может быть надо как-то вдвоем делать шаг тогда тогда она пойдет как-то веселее и дружнее Евросоюз и Россия должны делать шаг на встречу друг другу вдвоем а не как-то по отдельности мое мнение вот такие вот у нас тут карнизы образуются достаточно опасные скоро вот это дерево скорее всего рухнет когда волны волны подточат этот самый песчаниковый обрыв песчаниковый обрыв внизу а наверху залегают пласты известняка высота этих скал и гор так называемых так называемых не высоко всего лишь чуть больше 30 метров но все-таки они создают крайне интересный пейзаж значит волны точат эти скалы потихонечку и скалы обваливаются значит что можно сказать герхард шрёдер друзья это бывший канцлер германии а ныне глава совета директоров российской нефтяной компании рост нефть что он заявил вот давайте я вам зачитаю что он заявил значит он обвинил сша он обвинил сша в попытках ослабить россию однако европе это невыгодно считает герхард шрёдер он также сказал европа нужна европе нужна процветающая россия прекращение санкций к россии будет в интересах нет вот такое интересное мнение бывшего канцлера германии так далее он говорит попытки сша изолировать россию по словам шрёдера бессмысленны вот такое значит его мнение а вот что говорит друзья по этому поводу финский финский министр иностранных дел представитель дружественной как он сказал страны которая дружит с россией поддерживает дружественные отношения этого министра иностранных дел зовут тиму сони и буквально сегодня утром по его поступила информация на сайте эстонского телевидения сони заявил следующее финляндия не чувствует угрозы со стороны россии и финляндия в ближайшее время не собирается вступать в нато вот такая интересная информация друзья у нас тут получается также министр иностранных дел финляндии заявил следующее между странами растет товарооборот и увеличивается туризм увеличивается друзья туризм что конечно же очень даже хорошо по его мнению правительство я финляндии на данный момент не считает что существует какая-то угроза со стороны россии поэтому в нато они вступать в ближайшее время не намерены и хотят чтобы дружба между финляндией и россией торговля и туризм процветали с вами был denis я желаю вам тоже дружбы и всего самого наилучшего друзья всем пока до новых встреч